Марк, я вам на старте предложу несколько, то, что называется, таких острых, но неожиданных тем. Конечно, о победе Александра Усика вчерашней мы говорить не будем. Это новость, которая невероятно радует и приободряет всех украинцев. Будем бы говорить о более глобальном для мира. Вы знаете, что сегодня произошло то, что называется нетравиальное событие. Вертолет президента Ирана Раиси совершил жесткую посадку. И вот по сей час его пытались искать, но уже темнеет, холоднеет и говорят, что ситуация достаточно серьезная, мягко говоря. Израильский телеканал 12 уже с отсылкой на западные разведсообщества говорит о том, что Раиси отправился к праотцам, что нет его и все пропало. Но и вся новость, она была бы не полная. Я, знаете, как бы это пошутила о том, что странно, что Маргарита Симонян нас в этом не упрекнула. Нет, не странно, потому что все-таки написала она пост о том, что и вертолет Раиси упал случайно из-за тумана, и в Фитцу стрелял полуумный дед, и в Улафа Пальма, и в Кеннеди. Дерьмо случается, но надежнее всего оно случается при тщательной профессиональной подготовке, осуществленной повелителями дерьма. Так вот, что же произошло с Раиси? Просто вляпался в дерьмо или, возможно, вот видите, как в России ищут след? След каких-то западных служб. Ну, во-первых, у тех же украинцев про израильтян и говорить нечего. Основание радоваться смерти Раиси более чем. Почему? Потому что иранские шахеды убивают украинских граждан. Украинских детей, украинских взрослых, украинских военных. Спрашивается, почему украинцам не радоваться смерти Раиси? Ну, просто вот я вот, как говорится, в этом уравнении пытаюсь найти ту составляющую, которая требует какого-то там гуманизма, херизма. И тогда почему, куда, зачем? Ну, все же объясняется логический просто, почти линейно. Да, поэтому, ну, израильтяне понятно, там-то вообще понятно, там ясно, прямая, как бы, линия от ненависти, вызванной, как бы, взаимной враждой и понятно. Ну, и у украинцев она есть. Украинцев есть основания радоваться. Так что это вот к вопросу о том следа и всего остального. То есть украинцы счастливы. Вот и все. Значит, теперь, что касается погибли Раиси. Я думаю, что да. Я думаю, что он погиб, и министр иностранных дел вроде бы, да, в вертолете в этом третьем был. Я думаю, погибли. Да, два вертолета еще, и они были, другие чиновники, в другом вертолете, и, пример, министр иностранных дел в другом. А министр иностранных дел в другом? Я могу ошибаться. В общем, я думаю, что Раиси погиб. Почему? Ну, во-первых, если жесткая посадка, то все-таки как-то, наверное, я надеюсь, я думаю, что он бы мог дать как-то себе, потому что на РК есть приборы обнаружения, которые сопровождают таких лиц, и охрана, которая его сопровождает, наверняка имеют. Ну, то есть сложно себе представить. Во-вторых, те же израильтяне знают, почему. Ну, сейчас мы оставим версию относительно заказчика и убийства и всего остального, но они со спутников видят это. И американцы со спутников видят гибель вертолета, и трупы, наверное, видят, я так думаю. Я не знаю, но я допускаю, что они уже видят его мертвым. Теперь, кто причина вот этого всего? Может быть ли это туман? Ну, наверное, да. Наверное, для того, чтобы считать, что такая авиационная авария может быть просто случайно стечением обстоятельств, это действительно гористые места. В Иране то и дело, кстати, падает тот самолет, то врезается в горы. Это вот нередкий случай, вот если кто специально заботится, посмотрит статистику, не говоря уже о вертолетах в горах, то такое возможно. Меня, скорее, смущает встреча на границе именно с азербайджанским представителем, понимаете, вот, ну, коллегой. Вот, это необычно, что вот, почему они так встречались, потом летели обратно, информация о том, что он будет встречаться. Азербайджанцы, естественный союзник Турции, это ясно, но еще и Израиля. Поэтому информация могла утечь. Не обязательно, что азербайджанцы дали наводку о том, что вот он полетит обратно на этом вертолете, и что с вертолетом можно сделать или может произойти. Это уже второй вопрос, я и не знаю. Но, скажем так, если ты точно знаешь маршрут, если ты точно знаешь, откуда и куда полетит, в какое время, ну, наверное, какие-то чисто теоретические действия, чтобы сбить вертолет с маршрута и так далее, можно предпринять. Еще раз повторяю, никакой достоверной информации нет. Но, если бы не было вот этой всей ситуации с атакой Ирана на Израиль, можно было предполагать, что падают вертолеты и президенты погибают. В свое время, кстати, не так далеко от Ирана, Зияуль Хак в свое время, в 70-х годах, погиб президент Пакистана. Мало кто его сейчас помнит. Президент Пакистана, который поддерживал пуштунов и так далее, во время афганской войны. То есть там президенты гибнут, это не впервые такое случается. Но в данном случае у этого есть то объяснение, что да, скромный ответ Израиля по просьбе всех тех же Соединенных Штатов и ряда европейских стран мог иметь некий отложенный смысл и назначение. Потому что, ну да, ответили слабо, там ударили вроде по каким-то объектам, а вот настоящий ответ мог быть именно таким. А, ну вот так, ну тогда, может быть, и так мы можем сделать. Причем совершенно не обязательно поражать этот вертолет, было там с земли, или там, наоборот, заложить бомбу. Вполне, наверное, можно использовать какие-то специальные средства, радиоэлектронные, там, радиоэлектронные, которые могли сбить просто этот самолет, маршрут, и он мог врезаться куда-то там, особенно в тумане. Можно такое предполагать? Я считаю, что да, предполагать такое можно. Нужны подтверждения, прямые подтверждения, ясные подтверждения, что это действительно могло быть сделано. И теоретически чисто это можно обнаружить вместе с обломками самолета, приборами, черным ящиком и так далее. И, наверное, расшифровав его, можно обнаружить свидетельство того, что вот такое воздействие могло иметь место. Теоретически. Теоретически. Практически пока ничего не известно, и гадать по этому поводу вещь неблагодарная. Но мотивации есть у израильтян, у тех же это сделать? Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Можно предполагать. И могло бы такое быть по рукам, как бы по силе Израиля? Ну, наверное, да. Они в то время, так сказать, и объекты ядерные взорвали, и там убивали некоторых чиновников, я напомню, в прям самом Иране. И некоторых ядерных инженеров убивали. Но они там всех в Ксире, как бы числятся под генералами, то еще кем-то. Такое было. Поэтому чисто теоретически, наверное, такое могло произойти. Повторяю, подтверждение нужно ждать в ближайшее какое-то время, когда до вертолетов останков доберутся, наверное, какие-то черные ящики рассмотрят, приборы оставшиеся, фрагменты частей фюзеляжа. Наверное, расследование полноценно может дать ответ. Вот. Но мотивация такая есть. Я все-таки склонен думать, что никто не выжил, что действительно самолет разбился, погибли все. Такие обстоятельства. Ну и аминь, вы должны были сказать, по классике. А, не знаю. У нас в социальных сетях уже ходят мемы. Значит, Алиев встречался сначала с Фиццом, затем он встречался совсем недавно с Лукашенко, ну и вот сейчас с Раисей. Поэтому все, конечно, затмив дыхание, ждут, что же там будет с Лукашенко. Но давайте тогда так, чтобы дважды не вставать, потому что ситуация с премьер-министром Фицца, она тоже нетривиальная. То есть, с одной стороны, конечно, в политиков стреляли, нападали с молотком и не только, но вот ситуация достаточно серьезная. И также уже выше упомянутая не к ночи Маргарита Симонян в ситуации с Фицца, конечно же, видела заговор против друга Кремля. Но здесь, что важно и интересно, там ведь целый ряд политиков, премьер-министр Орбан, президент Вучич, сообщили о том, что, ну, как бы им приходили угрозы, и как бы они тоже в опасности. Как вы считаете, здесь тоже мы говорим исключительно про случай, или это можно даже назвать черный лебедь, да? Черный лебедь, он, как правило, же не имеет никаких авторов. Он просто случается и все. А дальше мы ловим эти последствия. Или здесь все-таки найдутся стороны, которые, в свою очередь, в свою пользу этим воспользуются? Ну, смотрите как. Что касается Фицца и покушения на него, тут сложно не узнать, что там на самом деле за этим стоит. Там же взяли этого стрелка, семидесяти и с лишним летнего, вроде как писателя, либерала из какой-то такой оппозиционной партии. Ну, сложно себе представить, что если бы был какой-то заговор, какая-то конспирология, неуместна, поскольку, ну, все-таки живой стрелок, все события чуть ли не сняты на камеру. Я не представляю, как нельзя расследовать, нет возможности узнать и так далее. В данном случае никакой загадки не будет. В случае с Рейси здесь много будет загадок, они навсегда останутся. Даже если, даже если самолет просто разбился, вот просто, вот действительно попался в туман, а вертолеты из них, даже в этом случае загадка всегда останется. Значит, может ли это быть неким звонком, сигналом для каких-то лиц, которые считают, что находится в безопасности, неважно, кого это касается. Ну, понятно, кого там, не знаю, от Путин до Лукашенко, кого бы то ни было. Ну, до известной степени, конечно. То есть, ничего нет невозможного в этом смысле. Я вот о чем пытаюсь сказать. Те, кто с адскеписом относится вообще к такой возможности, я бы, вот честно говоря, не слишком бы в этом смысле полагался на невероятность подобного хода событий, такого сценария. Ну, немало президентов, немало первых лиц государств падало, самолеты в Африке падали, движение Кочинский погибало, и так далее. Масса людей. Кто-то погибает, ну, действительно, обстоятельства сложились, ну, упал самолет. Это все-таки техника, она может подводить, погодные условия могут подводить, и так далее. Но, кого-то уже убивали именно через это, безусловно, и практика подобного рода ликвидации, часто для этого нужно очень высокую степень инфильтрации, то есть, доступа к информации и к самим объектам покушения и так далее. Конечно, это должен быть очень близкий доступ, но в мире нет ничего невозможного, понимаете, нет ничего невозможного. по каким-то своим важным причинам убивают именно этих, а не других. А, повторяю, мотивация есть всегда. Есть враги, есть недорожелатели, есть люди, которые, в общем, заинтересованы в ликвидации, понимаете, ну, если на то пошло, вон того же Зеленского пытались много раз убить, факт остается фактом, об этом Машингтон-Пост подробно писал в начале войны, уж там очередь стояла и желающим понятно, что заказчиком Москва выступал, то чеченцы там какие-то, то еще кто-то, кадыровцы и так далее, кого-то там нанимали, все, ни одно из покушений вроде не удалось. Недавно буквально какие-то офицеры СБУ якобы взятые, я вот видел по публичным новостям, полковник, что ли, тоже вроде как затевали какой-то заговор и так далее. Государственная служба охраны. Государственная, я прошу прощения, государственная, я настолько несерьезно не изучал, ну, наверное, итальянные службы украинские этим занимаются, наверное, говорю, что нет такого, что кого-то нельзя убить. Вот помните, в начале войны особенно, особенно, говорили, вот все проблемы отплешил, вот если бы его убили, вообще все проблемы бы разрешить. Кто-то возражал, говорит, да это вообще невозможно, ничего. Там такая степень защиты, такая степень 10 колец охраны, что это невозможно. Мы готовы согласиться, потому что это очень-очень сложно, почти невероятно. Но сказать, что это невозможно совсем, ну, я бы, вот, честно говоря, не решился. Сколько раз даже мы с вами, Алена, обсуждали потенциальные поездки Путин там в разные страны, он летит на своем борту, да, его сопровождают истребители там и так далее, но может ли это быть возможным вариантом его ликвидации? Мы видим, что все возможно в жизни. Все возможно. В каком-то смысле это прочитывается как сигнал определенный. Даже если, повторяю, за этим нету никакой конспирологии, нет никакого заговора, никакого убийства, вот в СССР, то это, безусловно, будет восприниматься очень серьезно. Такие вещи всегда воспринимаются очень серьезно. Ну вот. Я бы сказала так, что очень сильно переоценено значение дружбы Фицца и Орбана с Путиным в том смысле, что в целом западный мир как система, как объединение очень слабо противостоит Путину. Поэтому думать о том, что Фицца и Орбан аж сильно помогают их нужно убрать, это крайне поспешные выводы. И то, что Запад не дорабатывает понимание того, что мы с вами, Марк, об этом всегда говорим, другие эксперты об этом очень активно сейчас пишут на Западе, прям очень сильно, как мобилизируется Россия и Путин, и как продолжает совсем по чуть-чуть дозированно помогать украине, Калас об этом вот сказала в недавнем своем комментарии. Но я вас хочу спросить о другом, о другом человеке, которого вы хорошо знаете, и вы сейчас скажете, было ли это в вашем присутствии или нет, но у нас широко разошлось заявление Михаила Ходорковского, если его почитать или послушать только в начале, то это, конечно, кажется, что ну вот, очередной хороший русский, который распинает Украину. Сказал Ходорковский следующее, что Украина и Запад фактически уже проиграли войну. Дальше Ходорковский долго и дотошно, как человек, знающийся в цифрах, он приводит примеры ВВП России, что происходит с помощью Украины. То есть он в буквальном смысле на линейку раскладывает. Вот как растет Россия и вот как противостоит этому всему западный мир, к чему приходит, собственно, к выводу, как Россия сейчас становится сильнее даже, чем коллективный Запад. И дальше он говорит о том, что, значит, когда все это, если по этому сценарию пойдет, мы вас преодолели, заканчиваете бессмысленные сопротивления, может сказать, Запад Украине. Вот только дальше, в обмен на то, что Путин не пойдет дальше, через два года у границ Польши будет стоять объединенная русско-украинская армия. Ходорковский не первый, кто говорит о том, что если Украина будет оккупирована, то следующий удар будет объединенной армией. Я не берусь сказать, я не знаю, так это или нет, на сегодняшний день мне это вообще никак не представляется, так как массово оккупированные украинцы, значит воюют вместе с россиянами. Но в целом точка отсчета это о том, что Украина и Запад фактически уже проиграли войну. Согласны ли вы с российским оппозиционером Ходорковским? Смотрите, если бы я вот буквально 16 числа не видел с Михаилом Борисовичем, мы с ним подробно сидели вдвоем, поговорили об этом, обо всем, я бы сказал, ну это он либо не в ту сторону погреб, либо его не так поняли, либо он сам что-то переговорил, но я с ним разговаривал и о войне тоже, его позицию, он как-то ее держался этой позиции, противника войны и того, что нужно Украине помогать, тогда так он ее держится и собственно мы с ним об этом беседовали. Перед моей поездкой в Киев я был в Берлине на конференции антивоенного комитета, у меня там в общем была с ним беседа. Вот, так что я вижу, что на него набросились, то ли это контекстуально неверно вырванные слова, то ли это слишком акцентация и не там расставлено, но по-моему он имел в виду несколько другое, он скорее с упреком в адрес Запада об этом говорил, алармистских позиций, да, то есть ну я к тому, что там таких можно претензий накидать этим хорошим русским, что не надо их добавлять искусственно, вот я о чем, понимаете, там столько клоунов с той стороны, что в данном случае не стоит там перегревать по поводу Ходорковского, потому что я знаю его позицию, она его публичная позиция, он и сейчас действительно держится той точке зрения, которую мы все придерживаемся публично, что Запад не дорабатывает, Запад страшится, боится Москву, Запад занимает позицию лучше переговоры, чем война, поэтому давайте не будем форсировать вопрос передачи военной помощи и так далее, и это настораживает очень многих, может быть он неуклюже, несколько неудачно выдал эту тираду, которая послужила поводом для кидания у него там искрементов, ну таких виртуальных искрементов, может быть, такое часто мы видели, но все-таки не будем искажать смысл, он все-таки говорит именно целомармейских позиций о том, что вообще так делать нельзя, так делать не надо, чтобы бросить Украину, чтобы получить у себя еще и действительно объединенный ресурс Москвы и подневольная Украина оккупирована, если она будет, а она будет оккупирована, если Запад ее бросит и будет использована для атаки дальше, смысл этих слов в этом, я бы акценты несколько по-другому бы расставил, если бы я бы об этом говорил, при том, что я тоже считаю, что Запад действительно недостаточен в своих усилиях в помощи Украины, не так последовательно, принципиально не последовательно, потому что он не делает того, что сам на себя берет в качестве обязательств, не Украину что-то там выклянчивает, как это модно говорить, особенно там отдельных фриков из республиканской партии в США, это вы взяли эти обязательства, это вы за эти решения проголосовали, это вы сказали, что мы будем стоять с Украины до конца, но нельзя разворачивать оглобли посередине, вы какой сигнал даете другим союзникам, не говоря уже самой Украине, что на вас рассчитывать нельзя, что нужно полагаться на свои силы, а если полагаться на свои силы, тогда надо бомбу создавать, а какой еще украинный вариант противостоять Москве по неспособим масштабам, ну разве нет, поэтому если вы, а нет, а вот бомбу нельзя, потому что это же нарушение всех международных обязательств, того сего, пятого, а какие вы варианты оставляете в Украине, а на волю волн, как говорится, договоримся, а мы не договоримся, то и как бы, ну вот так получилось, ой, простите, извините, вот как с Афганистаном или Вьетнамом и тому подобное, но Украина не хочет такой судьбы для себя, вот в чем все дело, поэтому смотрите, какая проблема в принципе с русской оппозицией, давайте я ее обозначу, русской оппозиции все же, где крайне, где более осторожно, бытует такое мнение, мы не можем слишком заваливаться в проукраинство, потому что мы потеряем коннект, связь с потенциальной русской средой, не потому что они поддерживают Путина, не потому что они поддерживают войну, не потому что они там наших мальчиков, не, они против Путина, против войны, против всего, но вот нельзя слишком завалиться в поддержку Украины, поддержку ВСУ, ну вот весь этот набор, там сбор на дроны и так далее, потому что люди в России это воспринут как мезопатрию, как предательство, как предательство национальных интересов, предательство там русских, дело даже не в Путине и во всем остальном, это очень пагубная, очень опасная позиция, понимаете, я объясню почему, помните такой анекдот, я часто его повторяю, что где там берегите евреев, говорят армяне, потому что их перебьют, за нас примутся, это вот при всей грубости это именно тот случай, непонимание русскими в изгнании, о том, что они нахрен никому не нужны, если Путин победит и не станет Украины, то ими действительно займутся, думая, что они субъектны хоть в какой-то степени, они субъектны только в контексте победы Украины, если Украина побеждает, для них тогда появляется возможность, воспользовавшись этой победой и унижением Путина, чего-то добиться в самой России, во всех противных случаях, в случае, ой, вы знаете, Путин победил, но вы, русский народ, помните, что мы вот не завалялись в проукраинство, не в победу Украины, и вот мы как бы вот где-то, как-то, в общем, за вас, за русских, за простых, не за Путина, не за войну, за вас, за простых русских, они не нуждаются, простые русские, в такой поддержке, в случае, если Путина держит победу, не нуждаются в такой заботе со стороны русских в изгнании, русских в эмиграции, противников Путина, не нуждаются, у них возникнет этот потребность, только в одном единственном случае, если действительно власть Путина, если сам Путин и его Кремль, да, проиграют эту войну, потерпят поражение в своих империалистических, реваншистских планах, тогда, конечно, у русской оппозиции появляется некая призрачная, неочевидная, подчеркиваю, неочевидная возможность к реализации какого-то плана по смене власти в России, только в этом случае, и поэтому поддержка, в том числе и публичную, Украины, это русский вопрос, это русский вопрос, это не вопрос украинец, украинцы само собой, украинцы сами про себя думают, почему? Потому что победа Украины не означает захвата России, чтобы украинские войска двинутся в Москву, начнут, значит, русских женщин в полон угонять, насиловать их, значит, детей, значит, чубы им оставлять и заставлять учить украинский язык, с утра до ночи есть сало, есть борщ и так далее, победа Украины всего лишь навсего означает возвращение к ее границам в 91-го года. Поддержка такой победы это ключевой вопрос сопротивления тому, что в России происходит в системе, которая превратилась в тоталитарную, с узурпатором, который не позволяет жить отдельно взятому народу, русскому, ну и всем соседям народа, украинцам, частности, всем другим, и его поражение на украинском направлении будет означать возможность поражения и внутри самой России. Только в этом единственном случае. Попытка говорить о том, что поддержка украинцев, а значит, они убивают наших мальчиков, там, наши гибнут, а мы что же вот оставим своих неудел, это путинский наракист, специально внушаемый через контрагентов разного рода внутри российской оппозиции в иммиграции, купленных, внедренных, для того, чтобы они работали против украинского тренда, против стратегии на поддержку Украины, специально, за деньги, за то, что там они в жопу дают, извините за выражение, или там еще они что-то делают, просто все должны это понимать, что это не просто так, что вот я не буду называть там имен и фамилии, это делается специально по специальному жнаущению от кураторов из Кремля, потому что подменяется постоянно понятие победа Украины, это всего лишь навсего защита своего суверенитета, возвращение к своим украинским, не российским, не каким-то иным, а своим украинским границам, жизнь отдельным государством, каким Украина, слава богу, там три десятилетия с лишним является, и вот попытка этой подмены, она происходит, в том числе, кстати, на антивоенном вот этом форуме в Берлине некоторые я речи слышал, именно такого рода, который можно трактовать, ну или интерпретировать, что, ну как-то, в общем, несмотря мы против войны, против войны, но все-таки где-то мы должны акцентацию, мы стратегию должны держаться вот такую, вот тут, ну не надо нам, значит, заваливаться в вопросы поддержки Украины во что бы то ни стало, так это ваши вопросы, у вас другого фронта нет, какая у вас стратегия внутри России, я задаю им вопрос, они отвечают, нет, ну а что мы можем сделать, ну вы определите, вы скажете, вы что, у вас там какие-то подполья, вы на выборы можете влиять, ну что, вот все прошло, вы даже лидера оппозиции не смогли своего защитить, значит, Навального, его и того убили, какая у вас стратегия внутри России, ну она могла бы теоретически быть, но ее нет, ну хоть ты тресни, но ее нет, понимаете, и поэтому с этим нарративом надо бороться, но повторяю, к тому же Ходорковский это в самой меньшей степени относится, я бы думал, что здесь немного смещен фокус не в ту сторону, там есть другие персонажи, которые на этой теме прыгают. Да, я на самом деле об этом спрашивала без каких-либо претензий к Ходорковскому, потому что он сейчас в контексте всего, что происходит, он наименьшее зло, но ведь он в том числе может отображать определенное настроение тех, с кем общается он на Западе, я надеюсь, что здесь, когда вы будете в Украине, я не знаю, марк степень ваших контактов, но может быть они вам больше разъяснят, потому что у нас есть два противоречивых заявления. Первое, это французский телеканал Европа-1, который сказал о том, что западные дипломаты готовят скоординированные действия, чтобы убедить Украину, ну по сути, и президента, и не только принять за основу то, что нужно начинать переговоры об окончании войны. Зеленский, комментируя что-то подобное, он сказал, что Запад не подталкивает Украину к переговорам, но в атмосфере мира это все-таки есть. То есть в любом случае какой-то такой разговор есть, вспоминаются сразу слова и Энтони Блинкина, который сказал, что это право Украины принимать решение, говорить, не говорить, садиться за стол переговоров или нет. Тем не менее, а что это означает, если уже даже президент говорит о том, что есть некая атмосфера, французские телеканалы, я не знаю, насколько с нотки они обладают инсайдерами, это могут быть, знаете, инсайдеры из Российской Федерации всегда, но тем не менее, западные дипломаты готовят скоординированные действия. Где же, если, например, не знаю, там Британия наваливает оружие, Америка продолжает нам помогать и дальше, дальше, дальше. То есть публично все выглядит пока что очень достойно. Вы понимаете, какая штука? Там есть некий разнонаправленный или диверсифицированный вариант подхода к украинскому вопросу. Вы одновременно слышите от президента Макрона, начиная с 26 февраля, о возможности размещения контингентов на территории Украины де-факто вызов в Москве интернационализации конфликтов в том его смысле, что отдельные страны НАТО могут поддержать Украину и это может быть и Франция, и Великобритания, и другие. Поэтому это одна часть заявлений, а другая, в общем, она менее публично привлекает внимание, об этом публично меньше говорят, чтобы не навлечь на себя там и критику и все остальное. Да, она, безусловно, есть именно в том направлении, чтобы убедить Киев, ну, выиграть вы не можете, вот, изменить ситуацию не можете, чтобы ее не ухудшить, давайте все-таки пойдем. Я не верю, что это делается в угоду именно Москве, но это делается под общим нарративом, который Москва сама создает, да, они идут на выступление, они там наступают под Харьковом, они наступают на других участках фронта, поддержка слабеет со стороны Запада, в Америке турбулентность из-за выборов, да, в этой ситуации лучше замириться, так сказать, взять паузу, начать переговоры на любых практически условиях, не то, чтобы там на условиях выгодных Украине, а именно на любых условиях, для того, чтобы не стало хуже, вот приблизительно по этой логике. Почему эти разговоры усилились, и почему это направление, ну, скажем так, артикулируется более явно, а формула мира Зеленского, швейцарский форум предстоит, потом, сразу встык с ним, идет в июле 75-е годовщины саммит НАТО в Вашингтоне, ну, не говоря уже о том, что третье событие, мы об этом говорили, это выборы в Соединенных Штатах Америки, которые пройдут в ноябре, и тоже знаете, кто там победит, из какой программы пойдет, если даже нынешняя администрация Байдена больше ориентирована на переговоры, будем говорить честно, там сейчас тонн задают Салливан, Бернс, вот такие политики, которые убеждают президента Байдена именно идти по пути переговоров, которые более реальны, нежели поддержка продолжения войны, понимаете, ну, про Трампа мы не говорим, он пока еще загадка, хотя, если полагаться только на его заявление, то там тоже ничем хорошим это все не грозит, скажем прямо. Это направление есть, более того, я должен сказать, оно усиливается, вот именно это направление, оно усиливается, оно не ослабевает, было бы неправдой сказать, что, значит, направление компромиссов, переговоров и тому подобного, оно как-то теряет весь, нет, это не так, оно усиливается, оно будет усиливаться, потому что чем больше Москва сможет продать свои локальные успехи в качестве стратегии, стратегического успеха, тем выше будет степень давления на Киев. Я думаю, президент Зеленский всего не рассказывает, он старается смягчить, понимаете, он старается смягчить, потому что, ну а что, если еще и все эти факторы будут публично обозначены, ну, то есть, общественное мнение в самой Украине совсем уже как-то сникнет, потому что, ну что же, если уж так союзники поступают, то что говорить о врагах, я думаю, что под этим есть то основание, что действительно, значит, Москве удалось создать впечатление в части элит на Западе о том, что переговоры на любых, подчеркиваю, условиях, даже не речь о московских условиях, а на любых условиях, которые прекратят войну, они выгодны всем, понимаете, они там дают политические решения на выборах в США, чтобы не проиграть демократам, они дают возможные, значит, прекратить лихорадик в рынке, потоки беженцев, это, значит, возможность прекращения лить кровь, там, и так далее, одна только маленькая деталь, Москва использует это только как ловушку, только как ход, она не собирается ни прекращать войну, ни уступать, ни отказаться от планов покорения всей Украины, почему-то. Вот когда ты исходишь в этой игре из этой предпосылки, тогда ты более правильное решение принимаешь, потому что ты можешь хитрить, изворачиваться, и Киеву это тоже надо делать, одним говорить да, другим нет, поступать по-своему, почему, потому что, ну как, если согласиться вот просто сейчас на переговоры, то совершенно понятно, что там по кусочку, по кусочку, ой, вы знаете, вот те территории, которые Москва занимает, да давайте их отдадим, давайте их отдадим, а они нам вещают за это, что они на, в Европу не пойдут, вот подписали, вот обещали подписать, ну давайте, знаете, демилитаризуем, давайте, ну и в НАТО, ну куда вы в НАТО, ну че НАТО, ну как это же, ну давайте там, ну и ЕС, ну и ЕС, ну давайте какую-то ассоциированную там позицию выберем, не членство, а вот что-то промежутное, ну Москве не нравится, давайте вот второй язык, ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть, вот по чуть-чуть заводить Украину в переговорный процесс, не сразу вы вот потеряете фактически суверенитет, и потом вас можно доесть, а вот по чуть-чуть, помаленьку, давайте согласим вот на это, а вот, ну вот сейчас мы даже это не обсуждаем, вот какие-то серьезные, отложенные тем более вопросы, но это ловушка, понимаете, потому что, как я уже говорил, важнейшим условием любых переговоров с Москвой является их окончательным, нельзя с Москвой договариваться ни о чем в виде отложенных различного рода условий, как только вы даете этот карбан в Москве, все, это и с Минским соглашением было, это и в других случаях, как с Чечнёй, вот с Казахстанским соглашением, и с другим всегда было, если есть хоть какой-нибудь отложенный повод, Москва им воспользуется для того, чтобы возобновить войну, а не для того, чтобы найти решение, вот тут, ну это власть будет это делать, это власть во главе с Путиным, этот Кремль, я понимаю, если бы на его место пришел Ходорковский, ничего бы этого не было, все бы прекратилось, но что мы будем говорить о каких-то абстрактных возможностях, которые возникнут в случае, если переменится хоть что-нибудь в Москве, но пока это не предвидится, мы не можем исходить из этого, поэтому, если только Украина согласится на таких условиях, а это читай любые условия, а читай это в интересах Москвы, то да, уже из этого процесса выйдет, будет очень тяжело, сейчас сказать, ну вот же, ну вот, ну вот садитесь, вы же уже разговариваете, скажут Вашингтон, скажут Брюссель, скажут европейские столицы, ну вот же, видите, кровь прекратила литься, вы договариваетесь, а мы пока санкции снимем, ну не все, не все, мы с Москвой санкции снимем частично, это для них будет стимул, это будет шаг в направлении мира, это даст предлог для того же, чтобы Москва со своей стороны что-то уступила, а что она уступила, ну что она бы уступила, она что, освободит территорию, не освободит, окажется от того, чтобы Украина не вступала в НАТО, как и требования о демилитаризации, ну и исходящих с него политических производствах, нет, она от этого не отказывается, то есть условия все односторонние, я не вижу, что Москва-то делает взамен, пусть покажет, что Москва хоть что-то со своей стороны делает, никто этого даже не обсуждает, вообще не обсуждает, и поэтому я полагаю, что голоса эти звучат, они звучат все сильнее, все громче, ну как бы сказать, с повышающейся амплитудой давления, Киеву противопоставить можно только военный успех, остановку движения войск, а никакого другого инструмента просто нет, они были раньше, сейчас его нет. Субтитры создавал DimaTorzok